Большой привет всем пользователям intelbet.ru. Меня зовут Роман Гоцайт. И давайте прямо сейчас порассуждаем о том, что нас ждет в матче Лиги Чемпионов, в котором ЦСКА будет принимать английскую команду Тоттенхэм. Да, пожалуй, пока корректив Мурисио Почеттино не так впечатляет многих, как это было по ходу прошлого сезона. Но давайте все-таки обратим внимание на очень важную деталь. В энергозатратном, тяжелом, очень ровном английском чемпионате Тоттенхэм одна из тех команд, которые еще никому не проиграли. Это, согласитесь, тоже немаловажная деталь. Тоттенхэм переиграть и набрать в матче с ним 3 очка очень сложно. Более того, в первом туре Тоттенхэм умудрился проиграть на своем поле команде Монако. То есть теперь для Тоттенхэма ставится задача одержать хотя бы одну выездную победу по ходу этого розыгрыша группового этапа Лиги Чемпионов. Ну и как вы думаете, кого должен Тоттенхэм воспринимать как самого желанного соперника, которого можно обыграть в гостях? Монако, Байер или же ЦСКА? Я все-таки думаю, хоть это и не слишком приятно для нашей команды, но именно ЦСКА в глазах, в умах футболистов Тоттенхэма это самый слабый участник этой группы. Что касается армейцев, то мне кажется, все-таки им будет достаточно тяжело победить Тоттенхэм в домашнем матче. Во-первых, у них уже есть ничейный результат в матче против Байера. И мы видели, как он был достигнут. Понятно, что можно похвалить игроков ЦСКА за то, что они продемонстрировали волю, характер, эмоции, но все-таки Байер эту встречу отпустил. И это было первопричиной того, что ЦСКА удалось набрать хотя бы одну очко. В общем-то, Байер разрывал ЦСКА в первые полчаса, и понятно, что Тоттенхэм, который, конечно, будет себя чувствовать чуть более скованно, потому что это выездной матч, но у Тоттенхэма хороший класс исполнителей. Да, не будет Харри Кейна, но есть Янсен, есть Сон Хен Мин, который дубль сделал в матче минувшего тура английского чемпионата. Поэтому я думаю, что Тоттенхэм не должен испытывать каких-то невероятных проблем. Скорее, будет больше дергаться ЦСКА. И в этом матче, как я уже говорил, Тоттенхэму нужна только победа. И поэтому я бы отталкивался именно от этого. Впрочем, противостояние для Тоттенхэма выездное, поэтому, на мой взгляд, оптимальный выбор на эту встречу – это ставка Тоттенхэма с нулем, на которой я и остановлюсь. Ну и пожелаю всем удачи!